Тяжелое впечатление оставляет увиденное. Я хотел бы начать этот разговор с, может быть, какого-то политического даже измерения, потому что то, что мы видели, это не частное дело. Я хочу попросить госпожу Нарочницкую ответить, действительно ли это прямая угроза безопасности России, как об этом говорят авторы фильма. Могу привести как политик, через руки которого не раз проходили закрытые секретные материалы, причем не наши, а западные, приготовленные для американского правительства и так далее. Есть документ, стратегия 2020. Там говорится о том, что Россия сейчас имеет шансы вновь восстановить свою роль на мировой арене, если правильно воспользуется теми положительными явлениями, которые имеются в ее сейчас жизни, экономике и так далее. Это было пару лет назад. Но есть один фактор, который может помешать ей это сделать. Это тот самый русский крест. Демографы знают, что это такое. Это когда кривая рождаемости идет вниз, а кривая смертности вверх, они пересекаются. Вот они пересеклись у нас уже в 92-м году и до сих пор никак не может это быть кончено. То есть действительно в России чрезмерно много пьют? Вы знаете, Россия вымирает. И народ, символом которого становятся по-прежнему самые красивые на свете русские девушки, которые с бутылками и изрыгающий многоголосый мат на автобусных остановках, если это символ будущей России, то тогда у такой России нет будущего. Поэтому я не призываю банжескому морализаторству. Мы должны задуматься о том, что мы не удержим территорию при таких темпах депопуляции. 30% за нашу демографическую катастрофу – это ответственный алкоголизм и смерти от злоупотребления алкоголем. Мы не удержим территории, где в основном сконцентрированы полезные ископаемые и богатства. А за них будет борьба. В том же документе написано черным по белому – 21-й век будет борьбой за мировые ресурсы. И Россия с ее 4% населения и 40% мировых ресурсов окажется в центре этой борьбы. Давайте подумаем об этом. Ну вот скажите, полезные ископаемые, ладно, а с людьми-то вот что делать в этой ситуации? Вы задали вопрос о национальной безопасности, поэтому я намеренно говорила категориями национальной безопасности. Через 10 лет у нас призывного возраста мужчин будет настолько мало, что просто не хватит даже для охраны самой протяженной в мире государственной границы. Мода на сильного и крутого может нам помочь. Сильный и крутой молодой человек – это не тот, кто может опрокинуть литр водки в себя. Это тот, кто увезет свою красавицу-девушку на мотоцикле в кожаной куртке от вот этой компании, где будет слышен мат и где пьяные вот такие непривлекательные мужчины, оказавшиеся на поверку и глупыми, и противными, и вонючими. То есть алкоголь – это абсолютное зло? При том состояние социально-психологических факторов сегодняшнего сознания – это абсолютное зло. Понятно. Спасибо большое. Александр, ну как вы считаете, это абсолютное зло или все-таки может быть рюмочку? Я за рулем, спасибо. Так я человек пивочный. Что по мне видно, наверное? Да, это видно. Я начну все-таки… Вы знаете, как я вас уважаю, даже обожаю. С этого начинаются самые жестокие споры. Да, сейчас я вам начну возражать. Я сильно сомневаюсь в оценке, которую вы привели. 30%. Это данные научные. Ну, по официальным данным, я могу сказать, на 2005 год, 2 миллиона 348 человек в России являются алкоголиками. Это много. Опять, что считать алкоголиком? Это люди, которые приведены в диспансер и лечатся там? Это люди, которым поставлен диагноз? Или это, вот как здесь было сказано, люди, упивающие два стакана сухого вина в день? Это алкоголик? Это люди, которые не могут жить без выпивки. Ну, депопуляция идет во всем цивилизованном мире. Вы это знаете. Россия даже не первая в этих процессах. И крест, который вы назвали русским, он не русский, он всеобщий. Все его тянут сегодня, этот крест, кроме пока Африки, а скоро и там начнется, и Китай, и Индия. Все остальные вымирают. Хотя дела с выпивкой у них обстоят там гораздо лучше. То есть, мне кажется, что основная причина кроется не в этом. Но, я бы хотел указать на то, что действительно, эта проблема и ее обсуждение сегодня является угрозой национальной безопасности России. Почему? Я был в Швейцарии. Люди, пьющие, кстати, крепко. Вот я сейчас делился воспоминаниями. Очень крепко пьющий народ швейцарский. Там у них горные склоны. Есть категория там. Синяя трасса, зеленая трасса, красная трасса. Я не катаюсь, для меня все это темный лес. И вдруг я вижу обрыв такой смертельно опасный, крутой, вниз, туда, все, шею, и никак не огорожен. И я спрашиваю у строителя этого тура, говорю, слушайте, а здесь-то что? Он говорит, а там, там пропасть. Я говорю, а почему не поставить? Туда же могут поехать люди. Он говорит, это взрослые люди. Если они хотят туда ехать, это их личное дело. И до тех пор, пока мы не изменим свое отношение к нашему с вами народу, как к больному ребенку, пока мы не перестанем к нему относиться вот с такой высокомерной позиции, вызывая в нем непрекращающийся ни на секунду патернализм, это действительно будет колоссальной угрозой национальной безопасности России. Вы согласны? Я хотел бы возразить Наталье Нарочницкой 30%. Ровно год назад меня пригласили выступить в село Безводное Нижегородской области. Огромное русское село. Храм огромный. Школа. Типовой проект на 850 учащихся двухэтажная. Меня попросили рассказать об алкоголе. Примерно то, что в фильме показано. Я сказал, соберите только старшие классы. Хорошо. Собрались старшие классы, господин Гордон. Восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый. Всех вместе их насчиталось 17 человек на вот эту гигантскую школу. Три учителя и председатель сельсовета. Я вышел и говорю, люди русские, вы поверьте, такой войны на наше полное уничтожение, как алкогольная война, Россия не знала никогда. Никогда такой войны не было. И Гитлер по сравнению с этой войной, клоп, который кровь сосал. Мы из той войны вышли закаленными. Какими мы выйдем из этой войны и выйдем ли? Это еще вопрос. Слушайте, но это поэзия. Это поэзия. Это не поэзия. Это поэзия и риторика как раз на уровне вот этого отношения к народу. Господин Гордон, я не закончил, я же вас не перебивал. Ну потому что... Я вам дал сказать, а вы меня перебиваете. Так вот, когда я закончил, председатель сельсовета плачет. Я спрашиваю, что так? Он говорит, Владимир Георгиевич, с 1 по 15 января, за вот эти две недели куршавельских праздников, что элита себе для пьянки и разврата выделила, у меня в деревне от пьянки умерло 18 человек. Это вот в этой деревне. Я говорю, а сколько у вас родилось? Он говорит, да третий год никто не рожает. И это Россия, это русский народ. И это война, которой не знали. И те, кто эту войну не видит, он либо смотрит на все это, как вы, через стакан с водкой, либо он, понимаете, дурак, либо враг, который не хочет этого видеть замечать. Кто воюет? Как это кто? Кто уничтожает русский народ? Как это кто? Вам сказала господра Нарочническая. Вы что думаете? Мало претендентов на нашу территорию. Дамы, господа, друзья, я прошу прощения. Я вот эту вашу дискуссию хочу прервать одним вопросом. Я бы хотел услышать мнение кого-то из медиков. Вот. Скажите, действительно ли любая, так сказать, рюмка это абсолютное зло? Мне напоминает это 85-й год, когда вышло постановление правительства о борьбе с пьянством алкоголизма. Там не было дискуссии? Нет. Тогда было, пригласили ученых, был политехнический музей. Я тоже там присутствовал. И примерно такая же была дискуссия. Одни говорили пить, другие говорили не пить. И поэтому начну я вот с чего. Что алкоголизм давно была проблема из социальных, одна из первых. Она сейчас, с моей точки зрения, из социальных проблема номер один. И она в ближайшее время такой остается. К большому сожалению, до сих пор в нашей стране не принята государственная концепция политики в области алкоголя. А какая должна быть политика? Вот рюмку можно? Можно. Мы неоднократно все это обсуждали. И в этой концепции стержень. Первое. Кто будет производить и кто будет продавать? И второе. Конечно, употребление алкоголя полностью запрещено быть не может. Но нужно население всем вместе научить пить так, чтобы само употребление не наносило ущерб ни человеку, ни обществу. Можно я в дополнение к вашим словам? Просто у нас, на самом деле, здесь много людей в студии, которые готовы поделиться своим опытом. Вот, например, Игорь Викторович, он тоже считал, что рюмку в день это, в общем-то, никому никогда не вредило. А закончил тем, что стал пить по две бутылки водки в день. Правильно я говорю? Да, совершенно правильно. Во что вылилось эти две бутылки в день? Две бутылки вылились, ну, в потерю координации движений. И, прежде всего, наверное, в потерю работы моей любимой. Разрушение в определенной степени моей семьи, семейных отношений. Игорь Викторович, а долго ли вы думали, что вы не алкоголик? Я бы сказал, до последнего момента, когда я начал проходить этот курс лечения, я думал, что я не алкоголик, а просто выпивающий. А вы сами решили лечиться? Да, я сам принял такое решение. Спасибо большое. У нас есть другая точка зрения, сразу просто не отходя, как говорится, от наших героев. Марина Харунжи, она регулярно выпивает, но при этом считает, что ничего плохого в этом нет. А вас история не напугала Игоря Викторовича? Это, наверное, характер все-таки. Дома всегда стоит коньячок. 30 капель всегда в запасе есть. Ну, сколько уже, сколько себя помню, уже взрослого, ну, лет 30. Я не помню ни разу, чтобы я напилась. У меня такого не было. Было, да, 30 капель. Всегда вот на полочке заветная бутылочка стоит. А как часто? Раз в неделю, два раза в неделю. Но бывает раз в месяц. Это все зависело только от того, в каком состоянии бывать. Придешь и не знаешь, то ли сейчас в баню бежать, а может 30 капель. И они выручали. 30 капель не больше? Нет, нет, этого достаточно. 30 капель достаточно. Вы каплями капаете или все-таки наливаете? Вы знаете, вот каплями капаю. Как не странно, капаю каплю. А как вы считаете, просто повезло? Вред потреблению очень малых доз алкоголя, он не доказан. Но никто не потребляет алкоголь в тех малых дозах, в которых не доказан его вред. По данным Королевского колледжа врачей Великобритании, в 2000 году изучалась способность разных веществ вызывать зависимость. Алкоголь и никотин, и героин примерно одинаковая сила зависимости. Вот, это легализованный наркоголь. Но так что, 30 грамм нельзя или можно? Вот, 30 грамм, может быть, и можно, но никто не пьет в таких количествах. Но вот если каждый день 30 грамм... Если бы кто-то пил в таких количествах, проблем бы не было. Ну как? Вот, вы исключение, вы исключение, давайте скажем. Я вам еще раз хочу сказать. Вопрос на сегодня ставится однозначно. Алкоголь это яд, это наркотик. Либо алкоголь... Вообще нельзя. Я говорю, нет, давайте мы так. Алкоголь, яд, наркотик. Алкоголь, пищевой продукт. Две позиции непримиримые. Наука доказала, что алкоголь это яд и наркотик. Если кто-то не согласен, можно здесь продемонстрировать, и человек от него умрет. Таким образом, с алкоголем, с алкоголем можно бороться и решить эту проблему, если только мы признаем и решим, что это наркотик. И начнем говорить, теория культурного питья, такой теории нет вообще. Нет ни авторов этой теории, нет ни одного научного доказательства. Я хочу предоставить, когда слово человеку, который может господину Жданову возразить, можете возразить как врач? Я, по крайней мере, постараюсь. Я член правления ассоциаций специалистов восстановительной медицины и 12 лет занимаюсь вопросами энотерапии, использования вина в медицинских целях. Давайте сразу с вами договоримся о чем. Правильно ставить определенные акценты на правильных словах. Мы единственная страна, в которой нет алкогольной политики как категория, и мы единственная страна, в котором такое количество поддельного алкоголя. Как пить? Зачем пить? Почему пить? Я вам привожу простые примеры. Ирландия. Максимальное потребление виски. Минимальный объем заболевания желудочно-кишечного тракта. На Сицилии у нас вообще нет проблем, связанных с онкологией. Япония, саке, только дети, по-моему, не пьют. Скажите, пожалуйста, как мы можем игнорировать мировую практику? Поэтому я бы хотел госпожи Норочницкой возразить с точки зрения чего? О каком алкоголе вы говорите? Вы говорите об винах, идеальных винах, которыми славится вся Европа? Или вы говорите о великолепных коньяках, которые пьет весь мир? Или мы с вами говорим то, что присутствует у нас на прилавках в неограниченном количестве? То есть это вопрос качества? Секундочку. Секундочку. Вопрос качества – это вопрос номер один. Посмотрите, что творится в Испании. У них самый низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний. Пожалуйста. Так вот, то, что вы говорите, полная чушь, на самом деле. Это обман аудитории. Вы пытаетесь ввести аудиторию в заблуждение. К сожалению, на настоящий момент нет никаких надежных доказательств того, что вино является полезным продуктом. Те исследования, которые есть, скорее всего, проплачены индустрией, алкогольной индустрией, и их качество не выдерживает никакой критики. Отлично. Спасибо. Нет, я как бы в продолжении темы отвечаю на ваш вопрос. Как можно больному человеку или обществу давать хоть 30 грамм алкоголя, если он уже болен? Вот мы все больны. И как нам можно вот эти 30 грамм нам принимать? Так дайте нам самим решить. А вот здесь вот, а вот здесь вот, а вот здесь вот. Подождите, подождите, подождите. А вот здесь вот. Вот здесь вот. Не надо, не забирайте, у меня мои покупки. Господин Гордон, так вот, я хочу сказать. Я живу тяжелой жизнью, и живу я как могу. Я социально адаптирован, даже в некотором смысле успешен, правильно? Поэтому, че же вы мне запрещаете водку пить? Государство, в том числе, оно обязано следить за здоровьем человека. В том числе, оно обязано, даже если мы этого не хотим. Когда государство научится давать человеку жизнь, пусть оно следит за его здоровьем. Поэтому в данном ситуации, даже если вы не хотите, вас будут спасать, когда вы захотите... Хренушки. Вот так вот. Вы знаете, что мне обидно, Александр? Никто у вас вашу бутылку водки отнимать не собирается. Смотрите, сколько желающих. Нет, мы никто не выступаем за запрет. Но вы эгоист. Для того, чтобы ваш избранный, свободный образ жизни не подвергся общественному осуждению и мнению, вы защищаете именно от осуждения свой образ жизни. Вы готовы? Пусть погибает наша молодежь и вся страна. Ведь вы боитесь только одного, что то, что вы принимаете бутылку ежедневно, как вы говорите, я вас не видела. Я шучу вместе, конечно. Конечно. Это не должно быть осуждаемо. Не смейте посягнуть и морально даже осудить. Не о том я говорю. Я совсем не о том говорю. А говорю о том, что народ состоит из индивидуальности. И подход должен быть каждому человеку отдельно. Советская интеллигенция и пародирует опу падать в баре, в каком-нибудь доме творчества кинематографистов пьяным. Я впервые увидела интеллигентов падающих запина у барной стойки в советских домах творчества. Я пью. Все мне мало. Я хотел следующее сказать, потом можно вопрос. Вы понимаете, на мой взгляд, вот такая позиция, как вот товарища с края, который сидит, если ее каким-то образом сделать государственной политикой, то, мне кажется, из чувства противоречия захочется выпивать очень сильно. И мне кажется, я согласен здесь с Гордоном, что действительно взрослые создательные люди должны сами решать, сколько им пить, пить ли и так далее. Другой вопрос, что существуют определенные вещи, которых, наверное, делать не стоит. Я учился в Англии в школе. Это был еще не университет, а школа. Вот в этой школе был бар. В этой школе был бар, в который не продавались тяжелые алкогольные напитки. Продавалось пиво и вино. С это все начинается? Секундочку, нет, оправдывали это тем, что если, значит, этого бара бы не было, то взрослые студенты, которые имели право выпивать, старше 18 лет, они бы пошли в соседний паб и выпивали бы неконтролируемо. А здесь стоял бармен, который знал, сколько какому студенту он продал бокалов пива или бокалов вина. Конечно же, у нас можно алкоголь купить когда угодно, где угодно, кому угодно. А, кстати, вот этот вопрос. А нужно ли ужесточать эту практику? По-вашему? Вот, допустим, Англия была пьющая страна, достаточно пьющая. Когда это стало, если хотите, пожалуйста, национальным бедствием или опасностью для нации, или как угодно назовите это, ввелись определенные правила, после которых, которые примерно таковы. АПЛОДИСМЕНТЫ Так вот, дамы и господа, сидящие напротив, как раз сторонники введения определенных правил. Нет, понимаете, но... Давай сейчас обсудим. Мы сейчас обсудим каких. Любые правила, но как бы здесь очень трудно провести разумную линию. Ну давайте три разумных правила, Егор, три разумных правила. Хорошо, допустим, нельзя продавать алкоголь до того возраста, когда официально разрешен этот алкоголь к продаже. Понял, да. Нельзя продавать алкоголь детям. Нельзя продавать алкоголь, скажем, после определенного, там, часа. Да. В Англии это постоянно так и может быть. В 11 часов закрыты пабы, все, ты нигде не купишь алкоголь. Ты можешь пойти в ресторан китайский, тебе откроют бутылку, и ты типа ее там начал и вынес с собой. Почему я говорю китайский, любой, итальянский, не важно. Просто рядом с вами был китайский. Я в китайский покупал, да. Если владельцы этого ресторана или кафе поймают за тем, что он продает алкоголь несовершеннолетним или после определенного часа, то он поднесет чудовищные материальные, а может быть и, я не знаю, может быть и уголовные будут у него проблемы. Но вот в России нужно вводить, давайте спросим непосредственно, да, нашу законодательную... А вы мне хотели вопрос задать? Нет, секундочку. Теперь вопрос, Егор, после того, что вы сказали, у меня от госпожи Журовой. Нужно ли нам вводить такие запреты у нас? Во-первых, это первый шаг, и очень важный шаг. Мы его должны сделать, мы его не можем никак сделать, во-первых, ладно, что по принятию, например, даже до 21 года, чтобы действительно не продавали алкоголь у нас, и контролировать это. Потому что сейчас контролирующих организаций или людей, которые скажут хотя бы из чувства гражданской ответственности, сделают замечание. У нас же уже боятся это делать люди. И примеров, когда... Вот я видел один раз в жизни пример, когда женщина-продавщица реально не продала 17-летним или 16-летним девчонкам пиво. Ну так-то можно купить. Она устроила, ну, реальную войну с ними, и заставляла их принести паспорт, показать и так далее. Но это редко. То, что сейчас у нас происходит, у нас в прямой доступности, как говорится, в шаговой доступности есть магазины, в которых это все продается, пожалуйста, еще и выставляется наперед, чтобы мы все это видели и хотели купить. Это уже даже реклама идет в самом магазине. И при этом, конечно, нет контроля. Да, пытаемся мы сделать сейчас наказание, административное наказание, но это должно быть еще и общественное какое-то наказание. Я больше говорю, скорее всего, о детях, наверное, и молодежи. Сейчас вот есть замечательный законопроект, который внес президент. Об ограничении нахождения детей в ночное и вечернее время. Это определенный законопроект, который мы уже сделали. Можно я два слова сейчас скажу? Есть результаты во многих регионах, результаты действительно серьезные, и уменьшение преступности, и действительно распитие этих напитков непонятно в каких местах. Это вообще, я не знаю, мне возмущают мамы, которые это могут сделать. Вы знаете, да, вот сейчас я тоже готовлюсь быть мамой. Сколько раз я уже за свои месяцы слышала, ну, Светлана, ничего страшного, знаешь, чуть-чуть ведь можно. Я поражаюсь, и люди действительно советуют, искренне советуют, что это можно. А кто доказал, что это можно? Где это доказано? Ну, вот Чазов говорит, можно 50 грамм в день. Я хотел сказать другую вещь. Вы говорите об этом чудовищном зле, которое несется в алкоголе и так далее. Мы говорим там о пустой Сибири, о пустых деревнях и прочее, и прочее. У моей жены дедушка фермер, и, кстати, не пьет, вот, ну, старый уже, тяжело ему. Вот вся эта деревня в Рязанской области, вот, пьяная с утра до вечера, им делать нечего, им делать нечего с утра до вечера вообще. Ну, вот у отца Тихона есть, кстати, ответ на этот вопрос. Буквально секунду, мы в унисон говорим, потому что я... Интересно, что у нас дискуссия вообще строится по принципу, что мы подтверждаем друг друга. Абсолютно говорю о том, что действительно пустота будет всегда заменена. И она будет заменена, в том числе алкоголем, в том числе в деревне. Мы должны предложить альтернативу, и культурному питью, мы должны предложить культуру досуга, культуру жизни. Отец Тихон, вы знаете, что делать? Я сейчас хотел бы выступить не как священник, а как представитель колхоза. Потому что мы лет 8 назад взяли заброшенное, запущенное хозяйство, тоже в Рязанской области, в Михайловском районе, может быть, где-то рядом, ваша жена. Там действительно пили все. И мы всеми силами остановили вот это вот зло. Тотальное пьянство. Нескончаемое тотальное пьянство. А сколько времени заняло это? Полгода. Была масса проблем. Таких, которые даже представить невозможно. Так вот, в псалтыре есть такая удивительная фраза. Устранись от зла и сотвори благо. Что имеется в виду? Вначале надо устраниться от зла, а потом ты только поймешь, как сотворить благо. Вот когда мы это сделали, и люди остановились, потом вздрогнули, потом просто поняли, что происходит. И вы знаете, все-таки человек это хомо сапиенс. Они сообразили сами, что им делать. Они занялись ремонтами, теми же самыми поросятами и прочее, прочее, прочее. Не надо в этом смысле недооценивать. Но если мы, общество и отчасти государство навязывает людям, навязывает самыми скверными методами, когда это делается по отношению к детям, когда это делается по отношению к зависимым людям. Вот эту бутылку, стакан, отвратительный коктейль и продажу. Вот тогда и мы говорим, господа, вы европейцы, вы свободные люди, делайте выбор. И тут же практически суем им в рот эту бутылку. Не могут люди выдержать, особенно люди русские. Я не говорю о том, что надо вводить сухой закон. И, конечно же, не говорю о том, что надо насильственно что-то делать с человеком, который хочет выпить. Это свободная воля человека. Сам Господь Бог не вмешивается в свободную волю. Найдет человек все. Я хочу просто дать слово сельскому жителю, который присутствует у нас здесь, Галина Никонова. Она пытается вернуть карельским алкоголикам человеческий облик. Ее курсы реабилитации проходят на ее собственной ферме в Зоозерии. В лечение входит в себя деревенский воздух, хорошее питание и тяжелый деревенский труд. Основное условие пребывания на ферме – это отказ от спиртного. Как это пришло вам в голову? С чего все началось? Расскажите, пожалуйста. Я занимаюсь бездомными людьми, брошенными. Брошенными у детей, у отцов, у матерей. Уже 10 лет. 10 лет ко мне приходят люди. Приходят на коленках, просятся Юрия напрями. Как пришла эта идея? Как пришла эта идея? У меня умер муж. Дом большой. Есть в городе квартира. Там сидеть, что там сидеть? Я инженер-строитель, я люблю работать. Все делаю своими руками. Дом достроила сама своими руками. Пошла к участковым на автовокзал. Я говорю, ребята, подберите мне, пожалуйста, людей, вот таких-то, таких-то. Вы там знаете их и найдите. Они мне нашли. Ну, сначала взяла два, три. И потом у меня бывает до 12, до 18 человек. И все они люди-то нормальные. И никто не просит нам, дай мне вот эту бутылку. Ну, бывает случай, если где-то достали бутылку, я беру ее и об камни разбиваю. Поорали, покричали. Теперь согласились. Это же вредно, вредно. И накладно мне. Я же их кормлю сейчас, в данный момент, на свою пенсию. У меня, правда, хозяйство сейчас небольшое. Козы, куры, свиньи, телки есть. Они убирают, они работают. Это не каждый знает свою работу. И первую чашку чая они несут мне. Один ребенок есть в детдома, который называет меня мама. Эти люди, которые у меня вот живут уже много лет, и приходящие, и уходящие, наркоманы. Наркоманов я ставлю за неделю. Низкий поклон, Галина, правда, низкий поклон. Ну, я никогда ни от кого не отказываюсь. Разговариваю, помогаю людям. Сейчас взяла такую манеру устраивать их на работу. Читаю в газете, а там-то требуется. Уже договорились зараньше. Приходят люди, я отправляю их туда работать. Они мне оттуда звонят. Галина Юрьевна, спасибо. Они не на улице. Галина Юрьевна, если бы я была мужчиной, я поцеловала вам руку. Честное слово. Спасибо вам огромное. Спасибо. Пожалуйста, Александр, пожалуйста. Мы сегодня собрались, видя этот фильм. Я его видел несколько раз. Мне повезло. Мне кажется, самое главное, что у нас сегодня у людей, как вы сказали, разумных, да, нету. У нас нету информации. Мы все знаем, что пить плохо. Спросите любого, почему? Ну, плохо. В чем, я считаю, прелесть этого фильма? Там с точки зрения науки, медицины, не знаю, химии, вы, люди, которые здесь сидите, говорите, ну, мне что понравилось там, вы очень доброжелательно там говорите. Здесь вы почему-то очень агрессивны. И меня отпугивает, а там это привлекало. Вот. И когда я смотрел вчера и позавчера с женой просто фильм, я понимал, смей надеяться, как человек думающий, что происходит в организме посредством определенного количества алкоголя. Я подчеркиваю слово, количество и качество. И моя жена, взяв хорошее шампанское, бокал, посмотрев этот фильм, тут же вылила, говорит, господи. Вот и все. Вот и все. Ответ простой. Я прошу прощения, Павел Петрович. Сейчас, одну секундочку. Информация о вреде алкоголя должна присутствовать, чтобы люди могли делать правильный выбор. Ведь все-таки во что бы ни упаковывался алкоголь, пиво, вино или водка, главное действующее вещество C2H5OH и продукт его метаболизма. И чем больше его употребляется, тем для организма это хуже. Если взять структуру нашего потребления, которая сложилась в нашей сейчас стране, то сказать, что она идеальная, мы не можем. Да у нас пьют все подряд, честно. Ну не только все подряд, но все-таки у нас преобладает и крепкий алкоголь. А есть разница во вреде, вот крепкий и не крепкий? В общем-то, в общем-то, в тех регионах, где в структуре алкоголя потребления преобладают крепкие алкогольные напитки, там все-таки средняя продолжительность жизни ниже и алкогольная смертность выше. Но ограничивать продажу спиртного надо или нет? По времени и по возрасту. То, что здесь предлагается, опыт западных стран, положительный опыт, все это надо учесть. И, естественно, это может привести только в том случае, если мы все объединимся, понимаете? Ну что же, будем объединяться, но мы сможем объединиться на этой почве. Прошу прощения. Мы не просто сможем, мы обязаны объединиться. И то, что мы сейчас обсуждаем, ну мы обсуждаем, действительно это право каждого. Хочешь пей, хочешь не пей. Но надо немножко по-другому исходить. У нас одна седьмая часть света. Ну так, Бог нам дал. Эту часть света нужно охранять, развивать. И то, что на сегодняшний день алкоголь сказывается, но это в том числе и наши оппоненты, так сказать, признают. Вы как врач знаете, и нация идет депопуляция. Поэтому, уважаемые коллеги, если мы задумываемся о будущем России, то, конечно, с этой проблемой нужно бороться. И здесь это не важно. 30% влияет на демограмму, 35 там или 25. Проблема существует. Поэтому давайте объеднем усилия. Спасибо вам большое. Спасибо. Хочу господину Ерофееву попросить два слова сказать. Ну, я бы хотел немножечко от натуры перейти к культуре. То есть от фактов к образам. Ну, вообще дискуссия о том, что русский народ спивается, это уже тоже один такой образ, который в истории нашей культуры воспроизводится. Обычно, когда речь заходит о политической оттепели или перестройке. А теперь вот о культуре. Хочу сказать, что вот поскольку мы сегодня заговорили о том, что есть некие мифы в отношении алкоголизма, да, вот хочу напомнить о том, что существует такой миф, и для меня это миф, о том, что русский художник или русский писатель, пьяница, это мифы достаточно устойчивые в нашей культуре. Они держатся не один век. И эти мифы, они, конечно, в какой-то мере связаны с тем, что вот пьяный гений. Вот пьяный гений, хорошо это говорит тому, кто сам не гений, и таким образом как бы... А уже пьяный. Да. Да. Он как бы себя соотносит с гением по этой вот, по этой составляющей. Пожалуйста. Я думаю, что вот этот миф, который о пьяном гении, он на самом деле создание вот оттепеля вот в пьяное шестидесятническое время, на самом деле пьяный гений, это был итог такого двоемыслия. С одной стороны, вроде бы, свобода, с другой стороны, свободы нет. И вот этот клинч, в который попадал человек, тем более маргинализация художника в это время тоже была достаточно сильная. Это было время рождения андеграунда. И человек из андеграунда, как правило, был в этом клинче, не видел никакого выхода. Это приводило либо к суициду, как мы с вами тоже хорошо знаем, вспоминая там от Шпаликова до художников и так далее. Либо это приводило к медленному самоубийству, что на самом деле вот тоже мы все наблюдали. Давайте поговорим об этих мифах, которые связаны с этим. Я только не понимаю, почему это миф, если вы вспомните пестрый зал ресторана ЦДЛ или дубовый зал ресторана ЦДЛ. Мне кажется, что здесь надо разделить просто пьющего писателя и пишущего писателя. Это не один и тот же человек. О читателях. Мы о читателях говорим. И о зрителях. Мы говорим о читателях. А где их взять? Господа. Это идея русской интеллигенции выходить со второго круга саму на себя и обсуждать саму себя опять же. Посмотрите, сколько талантливых людей уже с нами нет. Сколько талантливых людей умерло от алкоголя. Даль, Высоцкий. То есть это огромный список. Вот если мы смотрим о всех наших знаменитых... Во-первых, Высоцкий умер не от алкоголя. Начнем с этого. Ну, он перешел с алкогольной герой. Даша, а Вы что предлагаете? Во-вторых, Даль пил очень умеренно. А Вы что предлагаете? Очень умеренно. Самая высокая продолжительность жизни за всю историю России была во время Горбачевской антиалкогольной кампании. Ни до, ни после россияне так долго не жили. Как умирают россияне от алкоголя? Это не только, как думают, алкогольное отравление и циррозы. Прежде всего, это травмы, несчастные случаи. То есть это все наши с Вами знакомые, которые умерли, которые попали под машину, под электричку, которые разбились в пьяном состоянии, которые убили кого-то в пьяном состоянии и сели. Ведь у нас, по данным МВД, 80% убийств происходят в пьяном состоянии. Половина убитых пьяны в момент убийства. Точно так же, как почти половина самоубийств. Кроме того, если ты много выпил, есть высокий шанс, что у тебя просто остановится сердце или будет инсульт. Даша, а что делать? У нас есть здесь специалист Всемирной организации здравоохранения, который уже обобщил опыт. Вот скажите нам, что делать от Всемирной организации здравоохранения. Надо сказать, что проблема алкоголизма и вредного употребления алкоголя, она не уникальна не только для Российской Федерации. Поскольку она на повестке дня, Всемирная организация здравоохранения стоит уже около 30 лет. И сейчас идет процесс разработки глобальной стратегии. Ну вот какой рецепт конкретный? Рецепт такой. Давайте три конкретных меры. Доказано, что ограничительные меры, не будем говорить о запретительных, но ограничительные меры доказали свою эффективность. И нам Егор сказал, что, наверное, те английские учителя, попоив своих детей, все-таки убедились, что нужно вынести эти напитки за пределы образовательных учреждений. Ну, это не говоря о том, чтобы не продавать напитки недостигшим возраста, но и не продавать напитки, например, тем, кто уже находится в состоянии алкогольного опьянения. Ограничение по продаже времени тоже приносит свои результаты, поскольку снижает количество случаев насилия и случаев дорожно-транспортных происшествий. Следующие меры – это обязательные меры по предотвращению вождения в нетрезвом состоянии. Понятно. Активные и дыхательные тезисы. Ну, с этим как раз борьба идет. Вот сейчас были названы три тезиса. Вот вы согласны с тем, что это эффективно? Вот девушка сейчас говорила, у нас снизилось. В то время, когда мы запретили пить. Знаете, введите тогда сухой закон. Вот если введут сухой закон, я не буду пить. Я думаю, еще много людей тоже перестанет пить. Введите сухой закон. Вот то есть вы считаете, что сухой закон – это эффективная мера? Знаете как, я не знаю. Я не знаю, но я знаю, что… Нет, вы нам сказали, что вы как гражданин будете выполнять. Я выполнял. Я выполнял, я уверен, что еще многие бы люди выполняли. Человеку нужна вода, человеку нужен воздух, человеку нужно любить. Вот если ему никогда идеально не показать алкоголь, он от этого умрет? Не умрет. Может быть, еще и в этом причина? Вот как вы считаете, есть ли ввести сухой закон? Вы как человек, который с тиграми работаете? Ну, я не нахожу связи между сухим законом и тиграми. Но разъяренных людей будет много, я вас уверяю. Я согласен. Ну, можно я вкратце… Животные не реагируют на запах спиртного, нет? Вы знаете, это моя форма самозащиты против тех людей, которые активно предлагают мне выпить, о том, что животные не переносят запах алкоголя, тогда от меня быстро отстают. Это правда. Господа… То есть вы специально это говорите, понятно. Вы знаете, мне правда очень страшно говорить какие-то такие вот радикальные вещи, потому что на той стороне сидит так много уважаемых людей, и не хочется выглядеть в их глазах неким таким вот противостоянием. Хотя я по жизни очень большой противник алкоголю, и не для красного словца, скажу вам, я ни разу в жизни не был пьяным, поэтому озвучивать радости приема алкогольных напитков я не могу. Но в моей жизни случалось много слишком случаев, которые подвигают меня к такому поведению. Ну, самые яркие примеры, то, что мой дедушка погиб от когтей хищников в результате того, что был выпивший, и моя мама до сих пор проклинает его поведение, его друзей за то, что он так себя вел. Он, вероятно, был бы жив до сих пор, и многие люди были бы счастливы от этого. Второе, наверное, такой яркий пример для меня. Буквально неделю назад мой брат вернулся с очередной поездки на конезавод, и это одна из, наверное, сотни уже поездок. На конезаводах мы не можем найти лошадь уже на протяжении четырех лет, потому что на конезаводах все спились. И последний раз, когда приехали на очередной конезавод... И распродали лошади? Нет, там не было людей. Лошади были или людей не было? Лошади стояли сами по себе, а людей там не было. Почему так происходит? Это как-то оказываешься на стороне лошади, честно говоря, потому что если все ушли пьяные. Понимаете, факт остается фактом, что в моей жизни были и такие случаи, что пьяные люди чуть не проломили мне голову. И однажды меня чуть не застрелил на улице пьяный человек, который просто вот в таком состоянии достал пистолет, перепутав меня с кем-то. И один мой очень близкий друг, который является безумно талантливым музыкантом, сейчас сидит уже четвертый год в тюрьме, потому что он сбил молодую девушку пьяную, которая перебегала на красный сигнал светофора. Это маленькие примеры из нашей жизни. Но для меня это очень грустные примеры, понимаете? О том, что если бы не было алкоголя, вполне вероятно, было бы лучше. Этот зал для меня сейчас, это маленькая модель нашей страны, где мы все вот такие и уважаемые люди, и простые люди, не можем найти общего языка. Мы не можем найти, в принципе, мнение даже, не только решение на тему чего-то, а вообще мнение о том, хорошо это или плохо. До тех пор мы будем, наверное, жить в такой стране, где невозможно в течение четырех лет купить лошадь. Спасибо. А как вы считаете, как психолог, все-таки где вот та грань, которую человек не может переступать? Знаете, вот возвращаясь к теме культуры, у психологов есть такая байка, своеобразная шутка о том, что мы провели исследование и определили, почему в русском языке, мы часто употребляем такое выражение, между первой и второй... Перерывчик небольшой. Вот. Либо перерывчик, либо промежуток. И объясняется это следующим образом в этой шутке. После того, как человек выпивает первую рюмку, он становится другим. Но другой же тоже хочет выпить. Понимаете, я вот хотел бы заострить внимание по поводу этого другого, который есть в каждом из нас. Этого другого, который не регламентируется ни правом, ни наказаниями, ни запретами. Потому что он и есть главное действующее лицо всей этой истории, которую мы сейчас обсуждаем. Поэтому на индивидуальном уровне, на уровне конкретного человека, я за то, что он свободен. Я считаю, что человек взрослый может выбирать. Давайте спросим на индивидуальном уровне. Давайте на индивидуальном уровне людей у нас. Давайте спросим. Вот Михаил Федорович, например. Вот он пил много, сильно. В начале 90-х годов он уехал в деревню, чтобы завязать. В деревню Дуракова, Калужской области. К нему, как богатому соседу, начали стекаться тут же алкаши. Но Михаил Федорович сразу же сказал, что не для того я из Москвы уезжал. Нужно всем вместе завязывать. Теперь у него в деревне 70 мужиков. Не пьют. Правильно говорю? Я очень рад, что вы меня сегодня пригласили. Потому что вот 18-й год, пребывая в трезвости, вот я здесь и с Гордоном согласен. Кто пьет с радостью, кто с горя, а мы с утра. И в свое время, зачитываясь Джеком Лондоном, Хомингуэем, двойной виски, бессодовой, все это мне вот так, вот такая была романтика. У меня Хомингуэй вот с бородой, вот может быть оттуда тоже это, висел над столом. И все, Юкон, это была моя стихия. Вот. И став фотографом, достигнув каких-то результатов, вот сейчас Запашный здесь выступал. Я когда-то очень лучший календарь был года. Морица Запашная. А лошадей нет у вас, кстати? Лошади у меня есть. Может быть, от Кольда у приехать к вам, в деревню Дураково. Приезжай! В деревню Дураково, Калужской области. Так вот, я вот с рюмочки за столиком окончил хроническим алкоголиком. Как речка с ручейка, так алкоголизм с рюмочки. И я допился до состояния, что пить не могу и не пить не могу. И к своим 35 годам я уже понял, что надо что-то вообще заканчивать как-то в сторону туда, на кладбище. Потому что у меня уже сил не было. В 35 лет. Потому что алкоголь меня сломал окончательно. И вот чудо произошло. Я здесь очень благодарен и Горбачеву, и перестройке, тому, что в Россию приехали анонимные алкоголики. И вот эту правду о своей болезни узнал. Я алкоголик. И я это смело сегодня говорю. Да, я сам себе ставлю диагноз, что я алкоголик. И вот тот, которым сейчас вот друг говорил, который во мне сидит, это знаете, как Кащей Бессмертный, когда говорит, не давай ему пить. Он просит, пить, пить, пить. И как только первая рюмочка попадает, вот это пить, уже дальше он требует, пить, пить. И ни о каких 30 граммах разговора быть не может. Ну как мы с этим справились? Да, Господи помилуй. Господи помилуй. Молитвой, постом, воздержанием и помощи, самое главное, помощи других людям. Мы антологически родились для быть полезным другому человеку. Антология человека. Быть полезным на этой земле. Вот, рождены для добрых и полезных дел. Я зарабатываю деньги, выпуская православные иконы. Я хочу вам одну из наших икон подарить вашей вот прекрасной передаче «Овщее дело». Спасибо, что к вам приехали. Спасибо за вашу историю. Спасибо огромное. И за подарок. Это подтверждение. Подтверждение того, о чем вы говорили. Абсолютно, абсолютно. Дело в том, что когда вы говорите о правилах или спрашиваем мы друг друга, а что такое можно сделать? Да вот такая, в общем, как говорится, просто, но очень нелегко. Правило какое? Быть полезным другому человеку. Я сейчас скажу даже еще более парадоксальную вещь, может быть, кому-то это покажется. Многие, ну, по крайней мере, как я это слышу, в том числе в тостах, когда произносятся, давай выпьем за то, чтобы твои дети были тебя достойны. Ужасный тост. Невозможный тост. Потому что пить надо за то, чтобы ты был достойен своих детей. Абсолютно. А лучше не пить, Михаил Фёдорович сказал. Ну, если получается. Нет, если довести себя до такого состояния, что уже дальше пить нельзя, то, конечно, лучше не пить. Кстати говоря, на российском опыте это известно. Если посмотреть все, что за пятилетие, по-моему, премьерства Петра Аркадьевича Столыпина произошло, в России, именно в Сибири, кстати говоря, так там был решен не только зерновой вопрос. И я утверждаю, что как только... Может быть, для России, кстати, неподходящее слово «собственник». Совсем плохое слово. Но хорошее слово «хозяин». Вот нам нужно, чтобы везде, наконец, возникали хозяева. Я не знаю, от Госдумы это зависит, от каждого из нас это зависит. Хозяин сам себе, и тогда тот другой будет тебе партнером и напарником. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас хочу все-таки дать слово познакомить вас с Оксаной Богдановой. Немножко расскажу об этой истории. Оксана Пилас 12 лет, сейчас ей 28, и большая часть ее жизни стерта из ее памяти. Она не помнит ни свое увенчание, ни своей свадьбы, потому что в эти моменты, торжественный момент ее жизни, она была пьяной. В отличие от своего мужа, который не пьет совсем. К сожалению своему, я очень поздно, где-то в 27 лет, я поняла, что алкоголик, я, вернее, не поняла, а признала. И именно после того, как я признала, мне стало легче, и у меня появились силы с этим что-то делать. И вот как я вижу, до тех пор, пока не будет признано, что алкоголизм это именно болезнь, именно болезнь, а не оскорбление человека, многим будет тяжело сделать это. Меня это цепляет, не цепляет до сих пор. Но я, несмотря на то, что я алкоголик, я трезвый алкоголик, я выздоравливающий алкоголик, и, вы знаете, у нас очень истощено духовное общество. И до тех пор, пока за Клинским будет бежать самый умный, именно... Спасибо, вот... Спасибо, Оксана Ивановна, спасибо, что вы к нам приехали. Спасибо огромное, спасибо. Валерий, прошу вас. Значит, много, много прозвучало во время сегодняшнего нашего разговора цифр, данных, говорили о разной статистике, говорили о том, что нет статистики. У нас нет статистики, но есть социология. Прошу вас, Валерий. На самом деле, у нас есть и статистики, и социология, и медицина, и много чего есть. К сожалению, львиную долю нашей передачи, на мой взгляд, мы потратили бездарно. Мы обсуждали проблему, которой нет. Какой проблемы нет? Вы согласны, что ли? Сейчас, какой проблемы нет? Нет никакой дискуссии по поводу того, угрожает алкоголизация России или нет. Конечно, угрожает. Это аксиома, это общая точка зрения для огромного большинства россиян. Есть проблема в другом. Как с этой алкоголизацией бороться? Как ее не допустить? Как ее не допустить? Вводить сухой закон, вводить запретительные меры, расстреливать, зашивать, или ограничивать, или бороться экономическими методами и так далее. К сожалению, сегодня мы говорили об этом очень мало. У нас уже принято немало законов, хороших. Но проблема в том, что они не выполняются. Вот есть законы, а есть обычаи. Наша страна, как вы знаете, всегда отличалась тем, что излишняя жесткость ее законов компенсируется необязательностью их выполнения. Давайте думать о том, как хотя бы нынешние, не очень жесткие законы выполнять. А когда научимся это делать, будем их ужесточать. Я прошу прощения. Я хочу попросить отца Тихона, как одного из авторов того фильма, который мы видели, сказать еще два слова по поводу того, о чем сейчас сказал господин Федоров. По поводу того, какие меры можно принимать, или какие меры не нужно принимать, в связи с тем, что происходит. Мне представляется, что, несмотря на то, что может кому-то показаться, что дискуссия была совершенно непродуктивной, на самом деле было и очень интересно, и кто-то очень правильно сказал, что вся дискуссия сегодня – это отображение нашего общества. Что делать? Ну, извечные наши вопросы. Вы знаете, наверное, самое главное – не обманывать самих себя. Надо говорить правду самим себе. Как бы это правда, стараться изо всех сил, в том числе и в этих спорах, в которых, я надеюсь, родится какое-то подобие истины. Как рассказывали врачи, как мне довелось читать, если я что-то скажу не так, то, пожалуйста, оспорьте. Правда состоит, например, в том, что человек, нормально выпивающий, как все в России, как, скажем, многие очень в России, не каждый день, а раза два-три в неделю, нормально, по-мужски, крепко, но так, чтобы на следующий день выйти на работу, сокращает свою жизнь на 20 лет. И на эту правду не должны закрывать глаза. И, будучи людьми свободными, все-таки свободно, быть может, ограничить свою свободу, чтобы нам на следующем этапе не вводить тот самый зухой закон, о котором мы говорили. А что касается той дискуссии, ну, вы знаете, она стара. И действительно, не только в России. Был такой великий святитель Иоанн Златоуст, архиепископ города Константинополя. И вот он однажды произносил проповедь перед ним, примерно вот в таком амфитеатре, потому что тогда храмы были чуть-чуть, похоже, вот так устроены внутри. Сидели жители Константинополя, патриции, обычные люди. И он им говорил, так, сейчас я буду говорить вам бесполезную совершенно вещь. Вещь, которую мне и не надо было бы заводить, но все-таки я ее скажу. Я буду говорить о том, что нельзя вам пить. Я прекрасно понимаю, что, выслушав меня, вы придете домой и напьетесь так, что завтра вам будет плохо. Но все равно я стою перед вами, говорил Иоанн Златоуст, и буду говорить об этом. Если бы я надеялся, что даже после десятой моей проповеди кто-то все-таки задумается, но эта надежда тщетная, но все же все равно я буду говорить, что нельзя вам пить. Вот мы в России тем более должны говорить такое. Спасибо, отец Сихон. Спасибо всем, кто принимал участие в сегодняшнем обсуждении. И я очень надеюсь, что противостояние пьянству все-таки станет нашим общим делом. Спасибо огромное всем. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо вам.